Средиземноморский циклон У нас в Крыму наблюдаются очень сильные непогодные условия И, соответственно, идет захлестывание волнами берегов В разных местах это проявляется по-разному Но это может привести к эрозии берега То есть к смыву взвешенных веществ К смыву каких-то загрязняющих веществ Которые могут оказаться на этой территории В эти два дня вода безостановочно затапливала дома и подъезды Ветер сносил деревья и рекламные щиты Из-за шторма под воду частично ушли набережные и заблокированы сотни домов Но службы безопасности уже оперативно работают над предотвращением последствий МЧС направила аэромобильную группировку спасателей в Крым Для оказания помощи жителям подтопленных районов 23 бригады энергетиков занимаются восстановлением линий электропередачи Практически во всех прибрежных городах Организованы пункты временного размещения для пострадавших от стихии Действительно, вот в такой межсезонье, когда еще зима только вступает в свои права У нас определяющая роль циркуляции И когда к нам приходят циклоны с юга, как этот циклон Он, как правило, несет с собой влажный воздух и обилие осадков Если к нам приходит образование с Атлантики Тоже, как правило, оно приносит к нам тепло И часто осадки, но не такой интенсивности В общей сложности около 400 тысяч абонентов в Крыму остались без света Из-за природной катастрофы пострадала и транспортная инфраструктура Остановлено движение на трассе Симферополь-Ялта Временно ограничено движение поездов Накануне 10 рейсов аэропорта Сочи ушли на запасные аэродромы В общем, в 6 вечера уже был вчера организован от штаб губернатора Всю ночь работали наши ребята Убирались как могли Деревья были поломаны Билборды были согнуты Что-то отлетело, кому-то прилетело Какие-то пенопласты, пластиковые конструкции Металлические конструкции летали по улице Дорожные знаки тоже лежали Но это ничего страшного Уже буквально за ночь многое что убралось Убрали опавшие деревья В общем, заявки принимаются Работа проделывается Губернатор работает Наше городское хозяйство тоже работает Наши севастопольцы сплотились Мы собираемся в трудовые так называемые отряды Помогаем друг другу как можем Опасность таких штормов заключается не только в затоплении домов И разрушении других строений Но и в загрязнении воды и почвы Когда реки и озера выходят из своих берегов Большое количество токсичных веществ Включая нефть, химические вещества и различные отходы Могут попадать в почву и водоемы Это наносит непоправимый ущерб окружающей среде Убивая рыбу, растения и микроорганизмы Волны захлёстывают пути То есть на 50-70 метров захлёстывают железнодорожные пути Соответственно, это могут быть попадания в воду Скажем так, тяжелых металлов в первую очередь Да нефтепродуктов могут попасть в воду То есть это может стать источником загрязнения Черного моря В тех местах, где идёт захлёстывание асфальтового покрытия Например, транспортных путей, автомагистрали Там, соответственно, тоже попадать в воду могут Тяжелые металлы, нефтепродукты, бензопирен, целый ряд окислов Поэтому это действительно очень чревато Но ведь ситуация может быть и такая Что здесь может быть выпуск кота в прибрежной зоне Соответственно, это смыв биогенных веществ То есть те же самые коровьи лепёшки Они далеко не безобидны Они могут приводить к процессу эфтрофирования Ущерб, нанесённый штормом, будет оценивать Специальная рабочая комиссия Которая подсчитает стоимость ремонта набережных И берега укрепительных сооружений А также суммы компенсации пострадавшим Несмотря на порывистый ветер Сотрудники МЧС и коммунальные службы Работают в усиленном режиме Кристина Отёкина, Александр Кузнецов, Универ Новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин